Ребятушки, котятушки, всем привет, как дела? Давно не виделись, что там, все пучком у вас? Сегодня, ну как всегда, ночь, конечно. Наступает ночь, и сразу начинает кипеть работа. Ерофеич, поздоровайся со всеми. Сегодня варим сыр. Варим сыр, варю сыр уже второй раз. Ну, простите, никак не могу поймать так, чтобы сначала. Сейчас у меня уже, по идее, вот я зашел, должен был сформироваться сгусток. Ну, значит, в следующий раз покажу, как я это делал с самого начала. А сейчас мы с вами будем нарезать сгусток и вымешивать сырное зерно, и формировать уже сырные головки. И, кстати, то, что я сделал вчера, тоже вам покажу, это прям вот проба пера. Так, вот вчера сварил две головки. Стоят сегодня, ну, до завтрашнего, опа, до завтрашнего утра они стоят сейчас. Обсыхают и потом уйдут в холодильник. Вот такие головочки получаются. Сейчас беру рульками без перчаток, это все равно сыр мне. Вот видите, все равно сыворотка еще отходит. Поэтому я думаю, что до утра надо постоять им здесь. Одна вот побольше головка, другая поменьше. Ну, давайте, если хотите, взвесим их. Так, вот наши весы. Сейчас мы их включим. А вам, наверное, не будет видно, да? Ноль вот там. Положим марлюшку, чтобы было чисто. 12, обнулим тару, ноль. Берем одну голову. Опа! 385. Берем вторую голову и прям сверху. Опа! 703. 703. Вот эти две головы, 703 грамма. Значит, эти 703 грамма, это с 6 литров молока. Но надо понимать, что это не 703 грамма. Потому что сыворотка еще будет отходить, а сыр будет стоять до четверга. С учетом, что сегодня понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Не, наверное, до пятницы. Значит, еще получается 4 дня. И плюс я сделал его вчера, то есть 5 дней. По идее, за 5 дней он должен отдать еще сыворотку. У него должна сформироваться корочка, но не прям желтая, а такая светло-бежевая. Вот. И где-то дней через 5, наверное, можно будет уже его разрезать и попробовать. Ну, назову это, наверное, фермерским сыром. Или крестьянским. О! О! Сыр крестьянский будет, да. Почему? Потому что я внес небольшие коррективы в рецепт основной. Плюс еще подсмотрел где-то там, наверное, на ютубе, как делают люди. И сделал что-то такое, нечто свое. Поэтому будет сыр крестьянский. Ну, и будет он у меня в продаже по самой дешевой цене. Наверное, по цене там, не знаю, молока. Ну, не молока, наверное, там же еще и закваска. И сычуг может чуть подороже. Рублей там 750-800 за килограмм. Вот примерно так, наверное, будет. Хотя я еще точность и бестоимость не считал. Когда посчитаю, тогда назову уже точную цену. Вот. Вот, короче, такие головки. Никаким воском я их обливать не буду. Потому что это только будет удорожание. Я думаю, что это не надо. Воском вообще надо обливать твердые сыры. А это скорее, наверное, полумягкий. Или полутвердый. Ну, короче, какой-то такой. Но смысл в любом случае понятен. Да, сейчас делаем следующую. Здесь у меня 6,5 литра. Вот она уже. 6,5 литра молока. И это уже сгусток. Сейчас мы с вами его проверим. И с него получится где-то примерно точно, наверное, такой же объем. Тоже грамм 700. Ну, может, 750. Ерофей, ты своими скачками их пугаешь. Да они играются. Ерофей. Че, друзья твои, да? Я, видите, как настоящий молочник весь в банках, весь во всяких емкостях. Здесь у меня емкости. Здесь у меня приспособы всякие для этого дела. Здесь у меня вон гастроемкости. В посудомойке у меня тоже вон гастроемкости всякие. В общем, настоящий молочник-сыродел. Итак, значит, проверяем. Вот такой модный нож у меня здесь. Специально для этого дела. Делаем надрез. Так, надо встать так, чтобы свет попадал. Опа. Опа. Видите, как отделяется. Есть такое понятие чистое отделение. То есть, если мы нож погрузим до самого дна и достанем, он должен быть чистый. Хопа. Видали? Все, это значит, можно резать и вымешивать. А режем вот так вот. Погрузили. Чик. И так нарезаем на кусочки. Ну, где-то сантиметр на сантиметр, два на два, примерно так. Смысл в том, что чем крупнее зерно, вот сейчас мы нарежем, тем крупнее будут потом дыры в сыре. Вот так порезали. Теперь вот так вот режем это дело. Потом по мере вымешивания будем еще это дело нарезать. Вот так вот. Теперь можно еще вот так порезать. Но, опять же, надо не мельчить. То есть, разбить в хлопья, конечно, это дело нежелательно. Теперь вот так вот. Скажем так, вдоль. Я видел, люди делают это шампуром. Потому что, честно говоря, вот этим ножом не особо удобняк это делать. Но я думаю, что надо просто привыкнуть. Вот так вот. Вот эта вот штука уже называется сырное зерно. Ну, или будущее сырное зерно. Сейчас, когда я это дело все разогрею, когда уже сырное зерно сформируется, то, которое нам нужно, я вам покажу его руками, прям, какая консистенция получится. Все, нарезали. В принципе, нам этого будет достаточно. Теперь нам нужен градусник. Воткнули и разогреваем это дело до... Сейчас я включу. Опа. Разогреваем это дело до 48 градусов при постоянном помешивании. Почему? Потому что зерно не должно осесть. Если оно осядет, оно начнет склеиваться между собой. И вот эта процедура теперь называется вымешивание сырного зерна. То есть теперь я вот так буду стоять и порядка 30-40 минут все это дело мешать. Не давать вот этому осесть. Сейчас у нас зерно выглядит вот так. Видите? Вот так вот, не знаю, как сильно жидкий творог, наверное. В процессе еще разрезаем, продолжаем резать зерно. Вот видите, большая какая получилась. Это дело мы можем разрезать пополам. Так, ребята, прошло 30 минут. Мы имеем почти 48 градусов. Сырное зерно у нас уже все осело. Если я перестану мешать, вот видите, оно все тонет. И само по себе сырное зерно стало вот такое, как вареное яйцо. То есть если мы берем его пальцами, оно у нас не ломается, не лопается. Видите? Вот это значит сырное зерно хорошее. Но в нем еще полно сыворотки. Поэтому сейчас мы его будем... Плиту выключаем. И сейчас мы будем его перекладывать в формы. И надо делать это быстро, для того, чтобы сырное зерно не склеилось там внутри. Формы я уже помыл, приготовил. Периодически помешиваем. Опыта, конечно, еще маловато, да? И это видно. Но будем тренироваться чаще. Эта сыворотка, ее не выбрасываем, она нам еще пригодится. Итого, получилось раз головка, два головка. Ну и это на один бутерброд. Значит, сейчас пока консистенция у сыра вот такая. Вот видите? Сыр этот считается самопрессующимся. Поэтому мы ждем, пока он спрессуется. Он достаточно клейкий, он склеится. Поэтому уже минут через 7 мы будем эту головку доставать и переворачивать. И потом будем так делать через каждые 20 минут. Раз, 4, 5. Причем после третьего раза будем просыпать солью уже. Для того, чтобы соль просолила этот сыр и вытянула из него лишнюю сыворотку. Помыл очередную бочку. Сушу ее пушкой сразу. Вот она у меня внутри крашеная. Сейчас высохнет. Привез еще зерна. Привез зерна. Нашел подешевше. Не по 19 рублей, а по 18 за килограмм. Два мешка высыпал уже туда. Бочка у меня уже почти опустела. Три мешка осталось. Сейчас сюда пересыпем. Козик, привет! Козик, привет! Сейчас пересыпем и будет раз, два, три, четыре бочки полные. Один овес и три бочки пшеницы. В каждую бочку входит по 200 килограмм. Четыре мешка по 50 килограмм. Зачем сушу? Потому что зацветет зерно. Если в мокрую бочку насыпать, зерно зацветет. Точнее не зацветет, а покроется плесенью. Ну, вы поняли. Вот, слышите? Для всего использую таймер. Все по часам. Таймер сработал. Это значит, первый раз надо переворачивать. Первый переворот самый ответственный. Потому что непонятно, развалится головка или нет. Пробуем. Очень головки еще мягкие. Расплываются еще в руках. О, педали. Так, все, есть первый переворот. Теперь ставлю таймер на 20 минут. Так, очередной пи-пи-пи сделал будильник. 20 минут прошло. Очередной переворот. Теперь это уже более безопасно. Потому что головка точно не развалится. Сыворотка продолжает стекать. И так делаем еще полторы суток. Переворачиваем. Сыворотку сливаем. В общем, сыр должен отдать практически всю сыворотку. Уже наш будущий сыр выглядит вот таким вот образом. Это у него точечки от форм. Здесь и здесь. Ну, а здесь, видите, форма дно волнистое. Поэтому получились волны. Вот на этом сыре, который стоит, видите, вот здесь вот на стенке, вот они, вот формы отпечатки. А, ребята, и надо четко же понимать, что я сейчас вас не учу варить сыр. Я показываю, как я это делаю. Причем я это делаю второй раз только. Первый раз я делал это вчера. Поэтому, возможно, что-то я делаю неправильно. И об этом мы узнаем только в следующий четверг или пятницу. То есть спустя пять дней, когда головку сыра разрежем и вообще попробуем, вкусно это или нет. Так, очередной пи-пи-пи, ребята. И очередной переворот. Сыворотка отходит медленно, поэтому буду солить в следующий переворот. В этот пока еще не буду. Сейчас уже ждал 30 минут. Следующий переворот буду делать через час. Вот такие вот уже головки. Так они выглядят. И эти головки получились потяжелее, чем предыдущие. Потому что в предыдущее сырным зерном я наполнял форму вот так. А в этот раз вот так. Они будут тяжелее. Раз переворот. Опа, красота! Два переворот. И вот эта писюлька. Вот она, видите, уже какая. Три переворот. Мы знаете, что с вами сделаем? Сейчас час еще пройдет. При следующем перевороте этот посолим. А этот, наверное, попробуем разрезать. И посмотрим, как он выглядит изнутри вот сейчас. Пока еще не готов. Мне прям интересно. Ну и наверняка я попробую. Все запищало одновременно. И посудомойка, и стиралка, и будильник. Ну что, переворачиваем в очередной раз. И теперь уже присыпаем солью. Сейчас присыпаем с одной стороны. Заводим будильник на 2 часа. И через 2 часа уже переворачиваем и солью с другой стороны. Это будет уже в 11 часов вечера. Итого, это у нас сейчас четвертый переворот. А то будет пятый, да? Опа! Ай, красота-то какая! Лепота! Раз, два. Так, это солить не будем. Это сейчас попробуем. Соль крупная. Вот так вот, хорошенько. Соли не жалеем. Не переживайте, завтра мы эту соль смоем. Завтра перед тем, как сыр поставить на просушку, мы его обмоем. И потом будем сушить. Так, давайте сейчас вот этого маленького пупсика разрежем. И посмотрим, как он выглядит внутри. Опа! Видите, формируются небольшие сырные вот эти вот дыры. Вот они. Но, собственно говоря, консистенция достаточно-таки хорошая. Отлично! Уже похож на адыгейский. И теперь коронный номер. Класс! Сыр будет как надо. Скрипит чуть-чуть на зубах. Прям как адыгейский сыр. Давайте мы его сейчас... Оп! Вот так вот. Нет. Вот так вот. Хоп! И обратно. Пусть дальше зреет. А это мне. Настолько приятный сливочный вкус. Палчики облыжешь. Это вам не магазинная фигня. Не вот этот вот, который... Как они сейчас это называют? Сыр с заменителями молочного жира. Вот. Это не оно, нет. Это свое молоко. И вот эти вот руки. Что может быть вкуснее? Кстати, знали ли вы о том, что сейчас, когда покупаете соль, это не всегда просто тупо соль? Нет. Смотрите, на соли тоже написан состав. И очень часто сейчас, помимо соли в пакете, еще находится антислеживающий какой-то реагент. Или антислеживающаяся добавка. Ну, короче, это не только соль иногда. Вот. Я всегда читаю состав соли и беру только там, где просто соль. И все. Теперь завел будильник уже на 2 часа. Вот видите, сзади меня сейчас 9. Увидимся через секунду, но на часах уже будет 11. Ребята, ребята, время 11. Переворачиваем и солим. Сегодня это все. Отлично. Значит, обе стороны сыра у нас теперь посолены. Теперь оставляем это до утра. Завтра часиков в 10-11 я этот сыр достану, обмою. И до утра следующего дня положу так же, вот как этот лежит, сушится. Сушится при комнатной температуре, а потом убираем его в холодос. А этот, который лежит, сушится завтра утром уже уйдет в холодос. Так что через секунду увидимся, будем с вами обмывать. И вот этот самый день, который называется завтра. Обмываем соль и кладем сыр на деревянную доску, для того, чтобы он проветривался до завтрашнего утра теперь. Вот такая вот головочка сыра. Что мы теперь с вами имеем? Смотрите. Вот этот сыр, который был сделан позавчера, уже покрылся желтоватой коркой. Вот, видите, он уже не липкий. Он уже отдал большую часть сыворотке. Сейчас я его заворачиваю в хлопчатобумажное полотенце и убираю в холодильник. Эти еще полностью белые. Это тот, который мы с вами разрезали вчера, видите? Эти сейчас лежат здесь. Я их периодически в течение всего дня буду переворачивать до завтрашнего утра. И завтра утром они тоже пойдут следом в холодильник. И перед тем, как загрузить в холодильник, я их буду взвешивать. И завтра утром они тоже пойдут в холодильник. Ну что, репзики, вот такое вот сырное приключение. Сейчас меня ждет еще поездка в город. Через несколько дней разрежем одну головку сыра. Попробуем, расскажу, как она на вкус. А на этом пока. Я с вами прощаюсь. Всех целоваю, как обычно. Всем хорошей недели. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчики и все вот эти дела. Пока. Это Серовский. Субтитры сделал DimaTorzok